Только не понимаю, ехать 100 миль, а 3,5 часа отпишет. В чем ходбух интересный? Может, там дорога какая-нибудь кривая? 100 миль же это вообще полтора часа панка. Ребят, всем привет, вы на канале Малик Трип, с вами Руслан Гафар. Здесь мы говорим про венчин инвестиций, про то, как развивать стартапы, про самую физическую компарацию. Наш канал – это ваше окно, что в Кремля-Италии происходит. Мы запустили на нашем канале серию видео, где мы как раз отвечаем на вопросы наших подписчиков. И назвали это «Ответы подписчикам Малик Трип». Вот, соответственно, сегодня этот выпуск я пишу как раз в этом формате. И мы сейчас вместе с моей семьей едем из Salt Lake City прямо сейчас. Едем в сторону Невады, где сегодня будем ночевать. Вообще, мы находимся в нашем таком небольшом путешествии двухнедельном. Мы были 5 дней на Yellowstone, 4 дня. До этого мы приезжали в Тахо, тоже Невада. И у нас еще сейчас на обратном пути еще несколько дней будет на Тахо. Вот, об этом во всем мы как раз тоже делаем выпуск. Так что, если вы еще не подписывались на наш канал, подписывайтесь прямо сейчас. Ставьте на лайки, задавайте вопросы, напишите, о чем вы хотели бы узнать в рамках нашего путешествия, которое мы сейчас прямо делаем. А в этом видео я как раз буду отвечать на ваш вопрос. Там многие пишут из тех, кто смотрели вот это видео, в котором я рассказывал про работу, которую я настроил на себя, чтобы осознавать каждый свой прожитый день. Сегодня я просто вам расскажу вопросы. Вы эти вопросы можете задавать себе просто там, нарисовав майн-карту, например, либо там выписав эти вопросы в Excel. И каждый день просто проходиться по этой Excel-табличке и просто давать ответы, если вам так тоже будет удобно. Для чего это нужно? Это нужно для самоанализа, для того, чтобы каждый наш день был более осознанным, да, чтобы мы осознавали, а зачем мы делали те или иные вещи. Поработайте сначала самостоятельно, а в будущем я обещаю вам, что сделаю для вас вот эту боту, который просто в Телеграме будет вас прогонять через все эти вопросы. Знаете, я вот недавно тоже общались мы как-то с Балом Черкашиным, когда вместе гуляли по Пал-Альто, и у нас был с ним тоже такой диспут о том, что, значит, я хотел вам показать сначала дельфинов, которых я видел, когда мы ходили из Лос-Анджелеса на сторону Каталины, значит, показать ему дельфинов фотки, где я делал. Это было пару лет назад, я на самом айфоне пытался найти, и потом я научился на айфоне отдалять фотографии, и начал вот так вот, получается, с пальцами собирать, и как бы отдалил, и увидел, что, в принципе, айфон, он мне показывает вот всю мою жизнь, прям с датами, со всеми вот этими фотографиями, попробуйте у кого айфон, просто зайдите в фотографии, и вот так вот, ну, сделайте как бы анзун, да, такой. Я офигел, я такой сразу подумал, офигеть, что, представляете, все вот эти фотографии, ими владеет, их осознает и знает Apple, да, то есть он знает про меня больше, чем я знаю. Я сам о себе знаю, он знает геолокации, где я эти фотографии сделал, он знает лица людей, с которыми я рядом был, и у всех эти Face ID, по идее, он может распознать, где, с кем, когда я, там, какие фотографии делал. У него есть доступ к моему, там, телефону, к звуку, да, он может слышать меня, он видит все мои переписки, он видит, он знает лучше меня, чем я себя сам. И, как бы, когда происходит такая история, да, то есть можно делать мне такие посылы, которые я не осознаю, что эти посылы были не мои личные, а со стороны пришли. Да, вот, и мы начали вот эту дискуссию с Павлом об этом, и я вообще поставил под сомнение, а что вообще движет мир вперед? Вот сегодня, например, тот же самый Facebook, например, да, то есть он же, по сути, и создают ту потребность, да, которую потом мы используя, да, то есть мы ставим себе какие-то цели, да. То есть мы, в нашей картине мира не было какой-то потребности, там, мы чего-то не хотели, какого-то путешествия, например. Но тут вы в Инстаграме увидели какого-то блогера, который сделал вот это путешествие, и он порекламировал какую-то конкретно, какой-то отель, и вот вы уже, вы знаете точно, куда вы хотите поехать, да, то есть, а если бы не было вот этой такой нативной рекламы вам, а чего бы вы тогда захотели на самом деле? И самое опасное в том, что Facebook, он как бы знает все наши потребительские предпочтения, образ жизни, он знает, как мы перемещаемся, с кем мы кружимся, с кем общаемся, в каких нотах, это же и Инстаграм, и WhatsApp, и Facebook, это же одна корпорация, вот, и по сути он знает нас лучше, чем мы сами, он может нам предложить некоторые вещи таким образом, что мы их захотим, и не факт, что мы бы их захотели, если бы он нам так не предложил, зная всю эту информацию, которую он знает о нас. А дело в том, что у Facebook очень простой KPI, у него KPI следующий, значит, сделать так, чтобы вложенные рекламу деньги, значит, бизнесов отрабатывались, то есть, соответственно, ему без разницы, что ему самое главное, чтобы это продавало, чтобы бизнес получал прибыль. И тогда вопрос, да, то есть, получается, что если Facebook ставит в приоритет только деньги, то наши желания формируются неосознанно просто какими-то бизнесами, которые вторгаются к нам через вот как раз разные социальные сети и другие рекламные площадки, и создают вот эту нашу новую реальность, где у нас возникают какие-то потребности. И вот иногда задается вопрос, а хотим ли мы жить в такой реальности, где перед тобой постоянно кто-то другой ставит цель, и не факт, что ты сам себе отдаешь отчет, почему ты хочешь те или иные вещи. Вот, и вот я вот помню вот эту дискуссию, это такая для меня была тоже такая страшная история, да, то есть, и почему я вообще к этому пришел, потому что я каждый день сам себя анализирую, вот через вот эти вопросы, которые я вам сейчас говорю, да, расскажу, да, в этом видео, и я вот всегда анализирую, а почему у меня вызвалось вот то или иное состояние, действительно ли я хотел, чтобы у меня было такое состояние, или вот этот другой извне пришел ко мне, да, то есть, для того, чтобы затянуть меня в какую-то свою игру. И вот эти вопросы как раз постоянно, вот, которые ты себе задаешь каждый день, они тебе помогают осознать лучше, да, то есть, какая твоя истинная глубинная мотивация была вот испытывать вот то или иное состояние, да, то есть, и это очень четко потом дает понимать тебе даже уже какие-то конкретные ситуации, которые уже происходят. И когда ты их анализируешь, а вот прямо вот, как бы, скажем, вот здесь, сейчас, да, прямо в моменте, ты быстро начинаешь осознавать некоторые моменты и, как бы, убирать от себя какой-то негатив, не увлекаясь от него, не реагируя на эту ситуацию. Вот как это помогает, соответственно, мне работать с моими, соответственно, всеми вот этими историями. Я сейчас прямо у себя спущу своего бота и на себя, и вместе с вами отвечу на какую-нибудь разберу какую-то ситуацию, которая вчера бы не зашла. Дневной реглайм у меня так называется. Значит, первый вопрос, который я себе задаю, который мне задают мой под, соответственно, здесь в Телеграме, да, то есть, он мне задает вопрос, там, какую ситуацию мы сегодня разберем, что имеется в виду. Здесь я разбираю вообще, ну, ситуацию, которая как-то меня задела. Не обязательно она должна у меня утащить куда-то в негатив, может быть, это была какая-то крутая позитивная ситуация, да, которую я бы хотел разобрать, чтобы в будущем, ну, четче понимать, как в такую ситуацию вновь оказаться, да, какой-то позитивный. Вот, но чаще всего, конечно, я разбираю какие-то ситуации, которые у меня выходили из-под контроля, где-то, где я с собой не был доволен, только как я, например, в эту ситуацию все реагировал, да. Бывает такое, что, например, там, ты едешь в машине, и раз, кто-то внезапно испортил воздух, например, да, то есть, эта ситуация тебе, она, как бы, тебя увлекает какой-то негатив, и тебе вроде хочется сказать, а нафига ты это сделал, да, все, но ты потом понимаешь, что это же просто человеческие какие-то такие, ну, как бы, потребности. Бытовые, да, то есть, и, как бы, понимаешь, то, что у нас каждого бывает, по сути, да, то есть, и можно из-за этого так сильно не переживать, да, там, и не увлекаться в эту ситуацию, да, вот, как пример, да, я вам просто помажу. Вот, ну, вот, например, если я буду вчерашнюю ситуацию конкретную разбирать, да, там, какую ситуацию мы сегодня разберем, которая у меня вчера произошла. Так, какой у нас вчера был хакап? А, нет, давайте я сегодняшнюю ситуацию прям с вами разберу. У меня сегодня была ситуация, когда у нас внезапно закрылись, значит, двери в нашем фургоне в трейлере, и, соответственно, я не знал, что делать реально. Мы стоим посередине Salt Lake City в самом центре, в даунтауне с прицепом на платной парковке, вот, соответственно, у нас закрылись, закрыты ключи в трейлере, потому что я их там забыл, пока там возился со своей техникой, разные батарейки, там, вставил на зарядку, замотался, вышел, закрыл и забыл, что там у меня ключи лежать. Соответственно, на машине мы никуда не можем ехать, потому что он не заводится, ключи лежат трейлеры, трейлер открыть не можем, потому что он закрыт. Вот, что делать, не знаю, ломать, вообще, что делать, их два стекла тоже, да, то есть у меня была такая сначала тоже только ступень, я не понимал, что вообще-то происходит, почему так, что вообще делать, вот, так как я уже до этого, ну, много раз, ну, ситуации такие прорабатывал, да, то есть я четко сразу осознаю, что у меня есть такое, ну, состояние, такое, ну, ступора, да, то есть я просто, ну, то есть пытаюсь его отпустить, да, там, и шагнуть немножко дальше, чтобы дать время тому, чтобы больше каких-то пришло идеи, да, как эту ситуацию можно решить, да, просто думал, как бы время надо. Вот, давайте эту ситуацию, ну, там, закрыл трейлер, да, там, закрыл ключи в трейлере, я вот себе пишу. Следующий вопрос мне задается, значит, мой ассистент, какие мысли приходили тебе, когда возникнут эти ситуации? Высник, мы, мысль, мы только на этом, как-то, на не культурном, мы термом языке приходили, вот, я просто напишу ответ, вот, а факт, вот, соответственно, какие, какие чувства ты испытывал, когда произошла эта ситуация? То есть я вот каждый день тоже сбираю, да, то есть какой чувствитель, там, я чувствовал светение, потому что я не знал, что делать, раздражение, получается, да, потому что у меня ситуация все engaging, короче, что еще, что еще, ну, вот две, наверное, пишу, какие бы я тебя чувствую, какие ощущения в теле я испытывал, когда я осルчил эту ситуацию? Я испытывал что-то в груди, обязательно, когда у меня какое-то раздражение, обычно что-то в груди, я там в груди, неприятное, получается, чувство, как я думал, что происходит? То есть, для чего я это отвечаю, если я на вопрос? В следующий раз, когда я получу в груди какое-то неприятное чувство, я задумываюсь, нет ли какого-то раздражения, понимаете, да? То есть, это я делаю для того, чтобы в будущем четче осознавать какие-то свои реакции на какие-то ситуации и, соответственно, мы идти быстро выключать для того, чтобы не увлекаться. Вот, соответственно, я написал, да, там, в груди неприятное чувство. Как ты думаешь, на каком уровне осознанности ты был по книге «Лидеры племени»? Да, есть книга «Лидеры племени», обязательно прочитайте ее, если не читали, да, там. Есть там курсы «Пять уровней осознанности», да, культуры «Жизнь дерьмо», «Моя жизнь дерьмо», «Я крутой, ты нет», «Мы крутые», «Жизнь прекрасна». Вот там «Пять уровней» есть. Я себе определяю, на каком в этот раз я был уровнем, да, то есть. Я был, честно скажу вам, на уровне «Моя жизнь дерьмо», я не знал, что делать. Вот. Мне хотелось как-то найти, да, там, и я вот был в таком уровне осознанности в тот момент, когда я вот это испытал чувство. Какой мы можем сделать вывод из этой ситуации? Ну, то есть, ну, как бы эта ситуация, научила, научила нас держать ключи в правильном месте. Вот. Я, соответственно, вот сделал такой вывод на ответ, значит, на вопрос, какой мы можем сделать этот вывод. Как ты считаешь, какая метапрограмма была здесь, да, там есть такие метапрограммы, как реактивность, когда ты, значит, что-то реактивно, когда проактивность, когда ты, как-то вот, ну, например, там, да, предупредил какую-то ситуацию, мотивация от, когда тебя кто-то стимулирует сзади, ну, то есть, морковка и сзади, условно, или мотивация к, когда тебя мотивирует что-то, да, там, впереди. А вот здесь я себя разбираю тоже, то есть, в какой я был метапрограмме в это время, да, то есть, сам себе отвечаю на вопрос. На самом деле их огромное количество типа-программ, почитайте больше в интернете об этом, да, там, настоящее, будущее, я сам сотрудник, командный игрок, то есть, очень много. Я пытаюсь себя быстро проанализировать, в какой я был тогда метапрограмме, да, то есть, я могу сказать, что я среагировал, когда был, у меня была реактивность, не очень, там, метапрограмма в этот момент была, да, то есть, была ситуация, которая меня увлекла, и я, там, соответственно, там, ну, залип вот эту ситуацию. Соответственно, следующий вопрос у меня, как ты считаешь, каком ты был глубинный мотив во время этой ситуации, в каком глубинном мотиве были другие люди, да, то есть, очень много, я тоже рассказывал вам в своих видео уже об этих глубинных мотивах, я как раз пишу об этом в книге «Культура организации Кремниевой долины», вот, там мы разбираем как раз вот таких есть, значит, культурах разных организаций, да, там все есть мотивы, мотив власти, мотив достижения, мотив причастности, вот, почитайте больше об этом в интернете, если хотите больше об этом узнать, либо дождитесь, у нас скоро будет об этом видео, а может быть уже выйдет к тому времени, когда мы сделаем этот выпуск, мы дадим у него ссылку, да, где будет, вот как раз про это, вот, соответственно, здесь я выбираю мотив власти, мотив достижения, мотив причастности, в каком я был тогда мотиве, я думаю, что я скорее всего был в мотиве, наверное, мотиве достижения, скорее всего, вот, потом я спрашиваю себя, было ли нарушение метамодели, я себе отвечаю там «да» или «нет», я думаю, что тогда у меня не было нарушения метамодели, почитайте, опять же, в этом угле об этом больше, вот, ребят, сейчас я немножко приторможу, потому что у нас Алин на заправку заехала, сейчас к вам вернусь, так что не переключайтесь, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали, ставьте нам лайки, пишите комментарии, и мы сейчас вернемся к вам, заправиться надо. Так, ребята, мы заправились, все нормально, здесь, кстати, бензин подороже, да, чем… Это потому что у нас одна заправка, следующая 70 через 70 миль, это называется «Монополия». Через 70 миль следующая заправка, ребята, если мы здесь не заправились, мы могли бы встрять, да, очень вовремя, это очень просто, мы едем, короче, прям по центру какой-то пустыни, где нет вообще ни души, только эта дорога и все, вот мы заехали на заправку, следующая будет через 70 миль, то есть в километрах это больше 100 км следующая заправка, вот, ну, я продолжаю дискуссию по поводу тех вопросов, которые я себе сам задаю каждый день через фото, соответственно, мы обсудили, да, что я на ответ на вопрос, значит, вчерашний, да, там было ли нарушение метамодели, я ответил нет, вот, если бы я ответил да, то мой ассистент бы меня расспросил, да, какой именно я был, в каком именно нарушении был, да, я бы сам себя проанализировал, то есть, у меня очень часто было нарушение раньше метамодели, это, значит, додумывание, да, то есть, когда мне, например, человек что-то ну, конкретно не сказал, а я за него что-то додумал и сам вокруг этого потом устроил какой-то себе там мир и, соответственно, в нем начал жить, и это не всегда благоприятно работало в мою сторону и в сторону того, с кем я как раз за кого что-то додумал, поэтому я очень рад, что он анализирует каждый день сам себя, я нашел это, убрал сюда это, вот, и, соответственно, сегодня я все меньше и меньше нахожусь на каких-то нарушениях, вот, хорошо или это плохо, не знаю, наверняка я не идеален, но какие-то такие острые моменты я сам себя уже убрал. Потом следующий вопрос у меня, на каком уровне ты был? Соответственно, я себе задаю такой вопрос, чтобы осознать, я был над процессом, я управлял процессом или я был внутри процесса. Это не из какой-то книги, это не из какого-то тренинга, это я как-то сам осознал тоже во время медитации, что я нахожусь всегда в каких-то трех, значит, на состоянии. Либо я в процессе что-то делаю, вот, например, как сейчас, то есть я в процессе записывания видео ответа, значит, на вопросы подписчиков, да, то есть, это на самом деле в моей жизни должно в моем, как бы, идеале занимать меньшее количество времени, чтобы я сам был внутри процесса каким-то исполнителем, потому что, на мой взгляд, эта дорога в никуда, потому что если ты постоянно будешь заниматься углубленным каким-то таким процессом, повторяющим действием, это тебя какое-то количество времени будет развивать, но потом ты можешь упереться в жесткий потолок и не развивая параллельно другие навыки, это может быть таким очень серьезным поражением. Ну, как у спортсменов часто бывает, либо там у разных других историй, да, то есть, когда там заканчивается либо у певцов, например, да, вот они учились петь, потом они вот пели-пели, а потом спились в итоге с наркоманией, да, потому что больше ничего делать не имеет, и это не всегда будет. Вот, поэтому я вот сдаюсь и в процессе ли я был. Второе, значит, бывает так, что я бываю в управлении процессом, то есть, например, я вот в это время, которое ситуацию я разбирал, я мог управлять процессом, там, просить кого-то что-то сделать, проверять какие-то сделаны, не сделаны, то есть, заниматься каким-то менеджментом, да, то есть, вот, соответственно, в управлении процессом, это тоже, это уже лучше, чем быть в процессе для меня, ну, в моей картине мира, для того, чтобы было большее количество времени, да, которые нужно делать. Но тоже не идеально. Сам идеально – это работать над процессом, то есть, анализировать процессы, которые уже происходят, которые существуют, вот эти все системы, организации, как устроена вот эта вот, ну, внутренняя, там, система взаимодействия, как устроена вот эта вся внутренняя деловая переписка, документация, как работает вот эта вся система взаимодействия наших вот этих чатов, да, там, вот этого нашего ассистента виртуального, который помогает нам быть в тех договоренностях, которые мы, соответственно, сформулировали для себя, как команда, да, то есть, или там, например, работать над каким-то процессом создания какого-то там, например продукта, да, то есть не создание процесса продуктов руками, самостоятельно прямо сейчас, а придуманное, каким таким образом можно сделать так, чтобы продукт создавался, но я при этом уже не присутствовал то. Вот эта работа над процессом в том, что если я всегда буду сам включаться во все процессы, делать их или управлять этими процессами, то все равно если это будет очень быстро, я убьюсь куда-то, да. То есть я должен всегда осознавать, чтобы я не был в процессе, чтобы я не был в управлении процессом, а чтобы большее количество времени я анализировал что происходит вокруг меня и как я могу сделать лучше соответственно улучшать это они идти в то чтобы закатывать рукава и начинает создавать процессами или там быть в процессе хотя такой тоже бывает сейчас это нормально я хочу это осознанно делать и понимать каждый момент своей жизни да где я нахожусь что я делаю и зачем мне это да то есть я четко понимаю что да я сейчас здесь я хочу выбирать хочу ли я здесь быть или нет если бы например меня это не устраивало я почему-то не отношусь для себя принял решение что нужно что-то менять не хочу больше писать видео, например. Я понимаю что да я пишу, мне это нормально, мне это нравится это меня развивает я вижу как мне это помогает я вижу как это помогает потом работать над процессами и у меня есть длинное видение и поэтому я этим занимаюсь. Соответственно я отвечаю на вопрос, на каком уровне я был значит мы говорим на каком уровне я был там я был в процессе что-то придумал, чтобы кто-то что-то позвонил, что-то сделал. Понимаете, я был в процессе, я был в ступоре, я был в процессе. Дальше. Что стало триггером? Нету ключей. И, соответственно, что было потом, что было тестом 1? Я пишу, что тестом 1 – это вот, этот триггер – это то, что вызвало вот эту реакцию. Тест 1 – это то, что, когда вот эта реакция произошла, что произошло после того, как эта реакция произошла? Я испытал состояние, неуверенность, я вот пишу себе. У меня была такая вот, да. Потом сразу, что было тестом 2? Тест 2 – это тот момент, когда ты осознал, когда ты начал этим управлять. Вот для меня вот в этой ситуации сейчас. Для меня тест 2 – это как раз то, когда я осознавал, что я сейчас в не том состоянии, в котором я должен находиться, для того, чтобы эффективно закрывать вопросы. И тут я пишу, да, то есть я осознал, осознал состояние, да. То есть самое главное – это, ну, вовремя осознать состояние, потому что когда ты его осознаешь, ты можешь ему управлять. Ты как бы взял штурвал в свои руки, когда ты осознал. И что было выходом, да, то есть не всегда, когда ты взял штурвал, ты можешь вырулить, да. То есть вот я для себя анализирую, что было выходом, да. То есть у меня была выхода метафора. То есть у меня есть свои метафоры, с помощью которых я переключаю свое состояние. Не всегда так просто получается, когда особенно там какая-нибудь жопа полная. Но все равно это очень сильно помогает какими-то более мелкими такими штуками сразу быстро переключать. Почитайте, что такое метафора в угле, потому что это длинная тема, большая. Либо задавайте в комментариях более глубокие вопросы про это, или про то, что я другие вопросы, которые задавал, можем более глубже сами копнуть. Но это просто тема для отдельного видео, я не буду сейчас на этом внимательно составить. Следующее, да, мог бы я использовать рефрейминг в этой ситуации. Что такое рефрейминг? Это когда ты можешь на ситуацию посмотреть немножко с другой стороны. То есть можешь сам себя выгнать в какой-то другой контекст и проанализировать какую-то ситуацию под каким-то другим углом. Вот, например, как я сделал еще себе рефрейминг. То есть я сделал себе каждый день еще с утра. У меня есть тоже другой опрос. Напишите в комментариях. Я поделюсь тоже с вами в таком развернанном формате, если будет достаточное количество опросов. Утро у меня опрос, который запускает определенные практики. Там, и Мухофа, там, и йогу, и там, определенная работа с установками, да. Там тоже несколько буквально вопросов. И там вот есть один вопрос, который как раз делает вот этот рефрейминг, да. То есть вот сейчас ситуация напряженная в мире, пандемии, коронавирус, много всяких там непонятных ситуаций. Но я себе задаю с утра вопрос. Почему тебя учит текущая ситуация в мире? И это рефрейминг, да. То есть он мне помогает уйти из роли жертвы, да. Вот когда ты, например, находишься, думаешь, говорит, почему так? У меня были какие-то планы. Я хотел как-то по-другому это время провести. Я хотел как-то по-другому сделать. Вот. И как бы вместо того, чтобы быть вот в этой роли жертв, вот этот вопрос меня включает, да, там, почему меня учит мир, да. То есть тогда я беру на себя уже функцию как бы лидера, да. Я так вот думаю, ага, а на самом деле, а чему меня учит ситуация? И вот в последнее время я отвечаю на этот вопрос, что меня в последнее время учит мир потому, чтобы я был гибче, быстрее мог перестраиваться, быстрее мог переучиваться, да. То есть был волик, был как бы внимательный, может быть, каким-то деталем. Вот чему меня учит мир, я вот так отвечаю каждый день на этот вопрос. И, соответственно, вот эти ответы, когда у меня появляются, я начинаю сидеть с ними, уже начинать как бы действовать, да. Соответственно, вот это вот рефрейминг, да. То есть я вот спрашиваю, мог бы я использовать рефрейминг в этой ситуации. Я пишу, ну, наверное, здесь я не буду заморачиваться, нет. Если бы я сказал да, то я попробовал бы там через этот рефрейминг сам себя прогнать. Ну, то есть попробую посмотреть на эту ситуацию, с другой стороны ее проанализировать, да, то есть чтобы какой-то получить инсайд, если я хочу. Сейчас нет. Значит, какой роли я был по Виржине Сатир? Это я тоже был на тренинге по НЛП у Фрэнка Пюсселика. И вот он там рассказывал, что в любых, значит, ссорах, взаимоотношениях всегда есть четыре главные роли. Это обвинитель, выравниватель, компьютер и отвлекатель, да. То есть обвинитель тот, кто обвиняет, выравниватель тот, кто пытается его регулировать, компьютер тот, кто просто как-то, ну, как бы сухо начинает перечислять факты, вот, ну, как бы на фоне такого, знаете, там, вот. И, соответственно, отвлекатель, это как бы кто-то вообще, ну, вне получается вот этого конфликта ссоры, вот. И он, соответственно, внутри этой конфликта ссоры, значит, участие не принимает, но он постоянно отвлекатель глупые вопросы задает. Не буду тоже много деталей про это говорить, почитайте про решение сайте в интернете, посмотреть, что это такое, вот. Но то, что круто здесь вот у меня, то, что вот, ну, я помогу сам себя осознать, да, вот, то, что в каких-то ситуациях я бываю в роли обвинителя, да, то есть я начинаю сразу кого-то обвинить, да, там, что, а, это вот там Алина виновата, например, да, там, включи не проконтролировал, там, или что-то еще, там, да, там, и так далее. Но вот я могу себе честно сказать, что в этой ситуации я не был обвинителем, то есть не было такого, что я сразу, значит, там, на Алину как-то себя даже в голове как-то обвинять. В этом плане я красавчик, это реально, ну, прям, потому что самое простое, самая нелепая ситуация, это всегда найти какого-нибудь крайнего, на которого все в своей голове переложить и успокоиться, да, то есть, вот. И не всегда это правильно, да, то есть это эмоции. Поэтому вот я это всех тренировал, и я вот скажу, что я, наверное, здесь был больше таким вот выравнивателем и пытался найти все-таки, ну, и, ну, обдумать, что можно сейчас сделать, и, соответственно, чтобы не паниковать, короче, да, потому что ситуация такая для меня была нестандартная. Ну, вот, то есть в центре, значит, города, чужого, во время пандемии, значит, у тебя закрыты ключи от машины в трейлере, значит, прям ты стоишь на улице и будешь вместе с своей семьей, и непонятно, что делать, короче. Ну, такая ситуация немножко меня смутила, я здесь был выравнивателем, я отвечаю, да, ближе инициативу. Дальше, когда я сейчас узнаю триггер, который меня зацепил на гуля, сказать, что мог бы что-нибудь по-другому, и это был бы лучший результат. Здесь я думаю, что, наверное, я не хочу сегодня разбирать какую-то ситуацию, обычно, если я хочу, я нажимаю «да», когда задаются более глубокие вопросы, я могу более глубже поговоряться и, там, проанализировать ситуацию, а сейчас я не хочу, нет. Куда потратил силу воли? То есть этот вопрос меня фокусирует осознать на том, куда я на самом деле сегодня потратил больше, как бы, энергии, которую сегодня создавал. Наверное, я сегодня больше энергии потратил как раз на то, что я хотел потратить. Вчера у меня была, значит, ну, как бы я каждый вечер это делаю, да, то есть, и вот у меня была одна вещь на сегодня, это сделать так, чтобы у меня был, значит, контент с ответами на вопросы, значит, которые я вам должен был записать. Вот, и как раз большую часть времени сегодня я на это потратил, тоже в том числе, там, коптеры запускал, летал, смотрел, чтобы показать вам немножко больше, что вокруг происходит. Вот, поэтому, в принципе, я, там, молодец, я так или нет, пишу контент, например, так здесь. Дальше, да, для чего я это делаю, это я сам себе ответственно, ну, как бы, на вопрос задаю, чтобы каждый день осознанно двигаться дальше и понимать, на что я трачу большее количество, там, на продуктивное время. Вот, дальше у меня вопрос, учу ли я сегодня английский, сегодня нет, еще не успел, вот, какой вывод я сегодня могу сделать? Вот, каждый день я себе задаю вопрос, какой вывод дня я сегодня могу сделать, то есть, моя жизнь, это как книга, которая есть смысл читать, делая какие-то заметки, потому что, если ты заметки не делаешь, соответственно, все, что ты читаешь, часто впустую. Поэтому я вот, ну, как знаете, да, есть такая тема, что, типа, тупой карандаш лучше, чем острой память, поэтому я, как бы, поставил себе задачу каждый день делать какой-то вывод, какой-то инсайт. Вот. И сегодня я могу сделать вывод, что как круто, значит, что рядом Алина. Это мой такой вывод сегодня, потому что она реально меня сегодня спасла. Я ей очень сильно благодарен за это, такой вывод у меня сегодня. А то у меня как-то сделать сегодня одну вещь. Ну, я пишу, что на 10 сделал, да, я анализирую. Потом у меня, значит, я вчера себе задал вопрос, какая моя будет одна вещь. И сегодня я себе отвечаю, что на 10 ее сделал из 10, потому что я доволен тем, как я с вами сегодня успел пообщаться. Что ты сделал из остального? Значит, мы сегодня там добираемся до следующей локации, да, там. То есть мы тоже в пути, все нормально. Вот, записал. Что моя одна вещь на завтра? Завтра у меня опять контент, пока я здесь, пока я в пути, я хочу пилить контент. Что будет в остальном на завтра? Я посмотрю свои задачи по ОМНИ и их там закрою, если будет. Время, да, на это в остальном. Остальное это для меня то время, когда я сделаю главное, я могу еще остальным заняться. Главное сделать главное. Остальное это вот уже, если время появится. То есть если я сделаю главное, я уже красавчик, молодец. Вот, это как бы для внутренней такой завершенности каждого дела. То есть я себе ставлю один главный приоритет на каждый следующий день. Вот. Потом я себе спрашиваю, да, что фактически сегодня было одной вещью. То есть фактически сегодня был, и у меня ответы, да, там, стартап, команда, YouTube, отдых, обучение, семья, другое, да, там. Вот, я могу сказать, что там, в последние несколько дней отвечал, что семья были больше, но сейчас я больше не занимаюсь видео, поэтому я пишу YouTube. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы я потом мог тоже проанализировать в ретроспективе, где какое количество, значит, где какое количество времени я потратил на какие проекты, да, то есть это потом для самоанализа можно. Потом у меня вопрос, есть ли то, что нужно донести до команды? То есть если я отвечу да, мне задастся вопрос, что ты хочешь донести до команды, то, что я напишу, уйдет команде. То есть если у меня было какое-то в результате вот этого самоанализа себя, какие-то идеи, чем я хотел поделиться с командой, да, со всей, я могу просто ответить, и, соответственно, это увидит моя команда. Таким образом, то есть эта штука побуждает тоже коллаборацию делать с моей командой, не отрываться от нее. Кроме этого, соответственно, мою одну вещь, мой вывод дня и некоторые другие ответы на мои вопросы тоже увидит самая команда в общем нашем как раз чате, где они все есть. Это тоже нужно для того, чтобы они видели то, что я делал, соответственно, могли бы тоже понять, что вообще у меня там происходит, какая мне помощь. Ну и вообще, наша такая синхронизация, чтобы они тоже понимали то, что я тут тоже там, ну, не баклуши бью, а каждый день что-то тоже делаю, чтобы наш бизнес рос, развивался, что я тоже ценный вклад в нашу команду, да, они просто типа как собственные, да, то есть поэтому не важно, что я хочу делиться тем, что я делаю каждый день, потому что я много всего делаю для того, чтобы каждый из наших членов команды тоже дела были хорошо, что-то. Вот, вот такие вопросы я себе задаю, их на самом деле где-то порядка двадцати шести мне кто-то посчитал, говорю, вот, и, соответственно, каждый день делать такой анализ, это мне помогает, ну, соответственно, быть более осознанным, да, то есть последний год-два я это уже делаю. До этого я делаю это не через бот, делаю просто через майнкарту, вот, а сейчас я делаю через бот, это намного удобнее, и поэтому, если у вас есть интерес, умоляйте в комментариях, я постараюсь, ну, я сделаю так, чтобы мои ребята, моя команда перетащили, адаптировали эти вопросы под вас, сделали какую-то видеообучалку, чтобы можно было этим тоже пользоваться, так себя самого анализировать, вот, а может быть, придумать какую-то там командную игру вместе нам, да, там, тоже, может быть, тут и среди вас есть какие-то люди, которые могли бы придумать какие-то серии вопросов, чтобы которые падали вместе в какой-то отдельный чат, и где бы мы вместе с вами все были анализировали, если есть кто-то, кто такой бы хотел бы придумать какой-то, ну, вот, именно серии вопросов, ответов, если у вас есть какая-то компетенция, пишите в комментариях, мы, может быть, с вами свяжемся и дадим вам поштурмить вместе с нашей командой, чтобы мы придумали какой-то вместе вопрос, который бы вовлек всех наших подписчиков и все наши комьюнити в какую-то одну большую интересную игру, и вместе попробуем так вот тоже посмотреть на ответы друг другу, возможно, если вы захотите, это на вашу ответственность. А здесь я ставлю точку. Спасибо, что вы смотрели. Надеюсь, вы уже подписаны. Если не подписаны, обязательно подписывайтесь. Напоминаю, что это видео у нас шло в рамках нашего формата видео-ответа на вопросы подписчиков маленьких. Если вы хотите задать свой вопрос, делайте в комментариях прямо сейчас. Прям задавайте свой вопрос. Ищите те комментарии, которые вам понравились. Глазуйте за них лайком. Те вопросы, которые выйдут в топ по количеству набранных лайков, соответственно, мы их будем ставить в приоритете. И на них в следующих наших выпусках в этом формате будем писать видео-ответы. На этом все. С вами был Устан Гафаров. Вы на канале Марик Трип. Надеюсь, до встречи в Америке, что мы с вами когда-то все увидимся, границы откроют. А если не откроют, то знаете, у нас есть мастер-майнд, у нас есть интенсив с носителем культуры Кремниевой долины. Под видео у нас будет ссылочка на всю эту информацию поподробнее. Смотрите, подключайтесь, потому что это сегодня единственная возможность для предпринимателей в русскоговорящей среде получить доступ к инсайдам из Кремниевой долины и получить информацию о том, как на самом деле работают серьезные и большие бизнесы, да, потому что до российской реальности, да, вот то, что в долине, в Америке происходит очень долго доходит. И вот наша миссия, миссия, наша организация как раз сделает этот контент, сделать эту всю информацию и сделать все те инструменты, инсайты для российских бизнесов и для бизнесов стран СНГ доступны. Вот, поэтому, если есть интерес к этому, ищите больше информации в описании к видео. Буду рад вас тоже видеть на наших онлайн-стречах. До связи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!